Всем привет! Яблочные ушки, тополиный пух и арктическая живность. В программе новости науки с Ралиной Киряевой. В мире. Для того, чтобы вырастить ткани и органы из клеточных культур, нужен каркас, который удерживал бы клетки. Эндрю Пеллингу из Университета Торонто и его команде в качестве каркаса служит целлюлозный скелет яблока. Ученые вычищают из кусочка яблока клетки, содержащие ДНК. Остается целлюлозный каркас с множеством полостей, на которые можно посадить любые клетки. Яблоки, в отличие от напечатанных на 3D принтере искусственных каркасов из биосовместимых материалов, очень дешевы. Сейчас Пеллинг работает над новым проектом. Он пытается понять, как можно использовать пористые стебли спаржи для выращивания искусственных кровеносных сосудов, нервных клеток или спинного мозга. А в России ученые Уральского федерального университета пришли к сенсационному выводу, что планомерная замена тополей на другие деревья способна решить проблему с пухом. Решить проблему способна подстрижка тополей и замена старых на другие древесные формы, например, липы. Впрочем, есть и другое мнение. Тополя растут быстрее лип, а их кроны задерживают городскую грязь. Питаясь углекислотой воздуха, выделяют кислорода минимум вдвое больше любых других деревьев. После их ликвидации доля собственных источников природного кислорода в городах сократится в пять раз. Жаркие и безветренные дни это ни к чему, кроме ухудшения самочувствия, не приведет. И напоследок в Татарстане. Ученые Казанского федерального университета реализуют международный проект по сохранению биоразнообразия Арктики. Исследования проводятся кафедрой зоологии и общей биологии ИФМИПКОФУ совместно с Гренландским центром исследований климата в науке в рамках Европейской программы по мониторингу арктических экосистем ИНОМОН. В последние десятилетия международное сообщество уделяет все больше внимания освоению многочисленных природных ресурсов Арктики. Между тем, экосистемы этого района Земли очень уязвимы. И вследствие антропогенного воздействия человека происходит существенное сокращение биоразнообразия в регионе. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok